Вы как человек, который имели отношение и интересовались не просто профессионально нефтью, газом и всякими поставками, а главное тем, что мы сегодня назвали существующим неким конфликтом между, назовем даже так красиво, олигархическими группировками, которые отвечают у нас не только за облэнерго, но и за какие-то более серьезные поставки, потоки и прочее. За всю эту, строго говоря, систему, по которой уже не перекачествует энергия, а просто по которой качается там нефть и прочее. Правильно я зла, да? В общем, как дилетант приближения к тому, что происходит незаметно от нас. То есть какие-то глубинные течения, которые происходят в нашей экономике. И как это связано с политикой? Вот после скандалов, которые были заметны всем по картинке телевизионно отдающимся каналам, конкурирующим там двух олигархов, будем их и ломерами, конечно, что происходит вообще у нас сейчас с предстоящими для Украины в ближайшее время, да, ценами на тот же газ, на нефть, на топливо и на все. Насколько мы от этого зависим сейчас? Потому что мы понимаем, что там цены на метрополитен, это вот сразу зависимость возникает, да, но есть какие-то более серьезные цены, ценообразование в этом смысле. Ну, смотрите, по нефти Украина уже там, наверное, лет, ну, с начала независимости, по сути, там пытались сначала регулировать цены на нефтепродукты, но, мягко скажем, это быстро все закончилось. То есть нефть мы покупаем по вполне рыночным, высоким ценам, мировым. И, к сожалению, то, что происходит на автозаправочных станциях, каждый, кто там заправляется или пользуется общественным транспортом, где есть двигатели внутреннего сгорания, таких людей очень много, подавляющее большинство граждан Украины, они это уже по своему карману, видите, прочувствовали. Потому что бензин, к сожалению, несмотря на двукратное падение цен на нефть, он у нас подорожал вдвое. А если бы, не дай бог, цены на нефть не упали, то подорожал бы втрое. Потому что, к минимуму, нефтяная составляющая в цене бензина или дистоплива и акцизная составляющая напрямую привязаны к валюте, как только валюта. Поэтому вот такая ситуация и оснований для удешевления нефтепродуктов я, к сожалению, даже на фоне того, что нефть сейчас торгуется на рекордных минимумах с 2009 года, с 2009 года, к сожалению, таких оснований нет и не будет. Почему вопрос? Потому что даже Путин в своем послании, в федеральном собрании, говорит, что надо потерпеть, цены на нефть низкие, но вот-вот они возрастут и будем жить лучше. У нас-то другая ситуация. Мы же, получается, где мы эту нефть покупаем? Да, мы импортируем. 80% нефти и нефтепродуктов импортируем. Россия, наоборот, экспортирует, поэтому у нас немножко разные. Что касается газа. С газом ситуация, ну, давайте так, я бы методологически развернул эту ситуацию. К сожалению, при новом президенте, новом правительстве, уже повторном, Яценюка, Украина стала куда более зависима от импорта энергоресурсов. Как не абсурдно об этом звучало, тут можно долго разбираться в причинах. Если там, условно, при Януковиче мы зависели сильно, ну, понятно, по газу существенно, по нефтепродуктам также существенно, это зависимо, сейчас никуда не исчезло, она лишь снизилась, потому что мы просто стали меньше газа потреблять. То есть просто уменьшилось потребление газа. А за счет чего? Неужели, что сами вырабатывают, генерируем? Потому что промышленность упала потреблением очень существенно, очень. Это, к сожалению, не из-за энергоэффективных мероприятий, а прежде всего из-за того, что она просто остановилась или уменьшила выработку. Не из-за экономии, короче, да? Да, а из-за экономики, кстати, вот, как бы колумбуром это не звучало. Поэтому при новом правительстве мы, к сожалению, увеличили импорт, точнее, зависимость по импорту от России, потому что стали покупать и электроэнергию, и уголь, и не те продукты, и природный газ. При Януковиче, вот, условно, так получилось. Почему уже 25-й, можно, вопрос, к сожалению, стали более зависимы, естественно, наши позиции на любых переговорах, по-любому, там, вопросу стали зависимы куда менее сильны. Вот, по газу, сейчас цены на газ вслед за нефтью снизились существенно, Украина покупает. Слава богу, чтобы вы понимали, я как-то пытался прикинуть у нас количество валюты, которое уходило из страны при, условно говоря, при Януковиче, только на газ составляло 10 до 12 миллиардов долларов. Сейчас, за 9 месяцев текущего года, на весь газ потратили, там, реверсный и этот, не менее 4 миллиардов долларов. Представляете, какая колоссальная разница? И что происходит с нашим платежным балансом, если даже при таком падении, там, сказать, вытекании валюты, так, может, не совсем красиво сказано, но суть понятна, у нас все равно платежный баланс еле-еле, сейчас вот, данный нацбанк, еще нужно смотреть, как они считали, вышел там в плюс за 9 месяцев, вот, и у нас что с курсом происходит? Посмотрите, это же прямое следствие того, то есть, грубо говоря, при Януковиче вытекало из страны куда больше валюты, но экономика зарабатывала столько валюты, что это позволяло курсу быть действительно стабильным. И это все не било по нашим с вами кошелькам, и по бензину, извините, и по мандаринам, апельсинам, самым банальным вещам, я уже не говорю о многом-многом другом. Поэтому по газу нам очень сильно повезло, что, во-первых, резко снизились цены на нефть, и газ подешевел, по сути, вдвое подешевел по отношению к тем ценам, которые были там еще полтора-два года назад. Ну и я не хочу сказать, что это вот везение, тут, наоборот, это скорее ситуация со знаком минус, но для тех, кто покупает газ и импортирует для бюджета, это в какой-то степени плюс. Вот с этой точки зрения. Это то, что промышленность резко сократила потребление природного газа, я уже говорил об этом. Вот такая вот ситуация. Хотя в целом наша зависимость от России по импорту, я вам уже сказал, в разных сегментах ТЭК увеличилась. А, ну еще я забыл ядерное топливо, которое мы тоже в России покупаем. Вот это сырье для наших атомных электростанций, вырабатывающих сейчас порядка 55% электроэнергии, необходимой Украине. Ух ты, это вот на этих двух атомных станциях электроэнергии? Их станций всего у нас, сколько, 4 штуки. Давайте повторим еще раз, повторим, напомним. То есть Запорожская гриль, да? Запорожская, Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая. 15 реакторов, общей установленной мощностью, 13,5 гигаватт, извините. А была Чернобыльская, вот как-то ее полностью вывели? Ну, если была бы Чернобыльская, это было бы еще 4 блока мощностью, там, даже больше, чем 4 гигаватта. Ну, просто в Пресоюзе Украина потребляла столько электроэнергии, что сейчас это просто даже, чтобы вы понимали, тут... А вот цифры вы можете вспомнить? Как интересно сравнить бы это же. Я вам вот с чем лучше сравню. Сейчас украинская, вся Украина, сейчас потребляет электроэнергии меньше, чем установленная мощность энергосистемы города Москва. Ой-ой-ой, неприятное сравнение. Ну, какое, это правда. В Москве установленная генерация вот этого энергорайона, город Москва и окрестности, 20 гигаватт. У нас вся энергосистема сейчас, правда сейчас плюсовая температура, потребляет 19,5 гигаватт, вся. Ну, просто у нас же, видите, Крым, все, отрезался от нас, у нас часть Донбасса работает как... Вот с этой частью чуть можно подробнее остановиться. Насколько это повлияло и на эти все цены, и на, может быть, уровень благосостояния населения, того, что тут осталось. Такой очень комплексный вопрос. Попытаюсь укоротить максимально ответ. Да, если просто хотя бы, чтобы на этом мы тоже остановились. Значит, смотрите, там добывалось угля антрацита 100%, и мы сейчас попали в зависимость по антрациту от импорта на 100%. А у нас на антраците работает 50% наших блоков электростанций. Тепловых, которые в свою очередь происходят 35% электроэнергии. Ну, я так, может, не узнал, но попытался... То есть атомные от России зависят, да, топливо там, а тепловые во многом или даже в основном зависят от... Тепловые наполовину зависят от антрацита, который добывается на территории самопоразглашенных республик, Российской Федерации или в таких странах, как Южная Африка. Вот, кстати, вот, возвращаясь к цифрам, сегодня, там, сегодня, по-моему, прибыло первое судно, 160 тысяч тонн. Все-таки его привезли, да, вот из Южной Африки? Да, там, понимаете, там цена 57 долларов в порту, уже официально отчитались наши чиновники. Плюс НДС пока не отменили, только есть закон проголосованный, не факт, что его президент подпишет. НДС, перевалка транспорта в Украине будет порядка 80 долларов, конечная цена. А было так, чтобы понимать вот... Ну, чтобы вы понимали, тот же антрацит, добываемый в ДНР и привозимый сюда, обходится где-то вдвое дешевле. Это экономика, и эти убытки будут нести тепловая генерация. Заканчивая по углю, к сожалению, вот эта вся история с подрывом линии электропередач привела, она не могла не привести к, кстати, не асимметричной, а асимметричной реакции со стороны России, которая приостановила отгрузку антрацита. И, ну, понятно, что вот эти... Откуда? С территории России или с территории Соборазошенных Республик? В России одна из крупнейших добытчиков антрацита в мире и один из крупнейших импортеров. У них много антрацита, и они торгуют успешно по всему миру. ДНР, вот сама проразглашенная, также прекратила отгрузки в адрес компании ДТЭК. Чем поставила под угрозу наши теплоэлектростанции? Я вам сразу скажу, я думаю, что на станциях ДТЭК так не думаю. Это их официальная позиция была. Вот они позапрошлую пятницу отчитались 25 суток на тот момент. Запасов я смотрел специально на склады теплоэлектростанций двух компаний Центрэнерготехстанций. У них сейчас запасов где-то суток на... Текущих запасов суток на 20-25. Если не будут подвозить... Сейчас это судно приехало, но разгрузка этого судна позволит еще нарастить запасы где-то до 35 суток. Опять же, если погода будет такая, если начнет холодать, у нас, например, Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции работают одним блоком. Одним всего лишь на антраците. Это очень мало. И сжигают в сутки где-то порядка до 10 тысяч тонн угля. Конечно, мягко скажем, при Януковиче, если кто-то увидел, посмотрел бы, наверное, при Азарове просто удивился и поразился. Тогда просто совсем все не так было, понимаете? Тогда эти станции работали куда больших объемов, сжигали куда больше угля. То есть у нас, условно говоря, при предыдущей власти в сутки зимой теплоэлектростанции потребляли 120-130 тысяч тонн угля. А сейчас этот объем снизился до 90 тысяч тонн. Смотрите, какое падение существенное. Вот такая... За счет того, что производство какое-то наше украинское внутри страны... Прежде всего, да, снижение потребления электроэнергии. И, к сожалению, опять же, прежде всего в сегменте промышленном. И вот часть территории, видите, отошло от Украины. Мы же не поставляем в Крым уже туда. Там минус. Плюс у нас... Мы экспортировали электроэнергию достаточно много, до 10% от нашей выработки. Сейчас мы практически... Ну, мы остаемся... Небольшой экспорт, но очень незначительный. Мы продавали в Молдову, Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию. Сейчас только осталось в Европу. Ну, и западные... Видимо, контракты какие-то еще продолжают до конца года. Да, но там экспорт снизился на 60%. В прошлом году он снизился процентов на 40%. И в этом году еще на 60% в прошлом году. И это очень существенное падение. Это валютная выручка. Которая также, опять же, возвращаясь к... Видите, все в экономике взаимосвязано. Если где-то вылетает, извините, из фундамента один кирпич, то постепенно начинает крениться все здание. Оно же так... Особенно важно, мне кажется, повторить, что если... Ну, не дай бог, конечно, я там хоть человек неверующий, но как тут приходится вернуть. Ядерное топливо Россия может же тоже нам перестать поставлять или как-то там оговорить это... Понимаете, это уже серьезные вещи, на самом деле. Это все под контролем МАГАТЭ. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но, в принципе, если Украина не оплатит, например, какие-то следующие поставки или что-то опять случится, то... Да, может. В теории может. Но тогда нам придется... Ну, это обозащенный уран, который как-то везут хитро. Тогда это же что-то такое, ядерное топливо. Мы не сможем купить это топливо в полном объеме в Вестингхаус. По разным причинам. И потому, что они просто столько его не произведут. И потому, что для двух АЭС на западе Украины, Хмельницкая, Ровенская, просто нет топлива такого дизайна, что Вестингхаус копирует российское топливо. Просто копирует на своем заводе. У них же нет никаких прав на это все. Они просто берут и копируют. Это тебе американская, да, вот, если вы хотите? Это японно-американско-шведская компания. Завод находится в Швеции. Там тот, чтобы мажоритарный акционер, ну, никто не скрывает, чтобы я не соврал, в 2010 году кто-то из замов госсекретаря прямо проговорился, правда, история Болгарии касалась, что государственный департамент и власти США лоббируют поставки и переход тех вот станций постсоветского дизайна, которые, в частности, есть в Украине, есть в Финляндии, есть в Чехии, есть в Болгарии, на топливовый Сингтон. Представитель госдепартамента прямо об этом сказал, что мы лоббируем это дело, поэтому давайте же называйте вещи своими именами. Но к чему я все веду? Технически... А полностью отказаться мы же не можем пока от российского топлива, да? Не можем, даже просто потому, что завод этот Вестингхаус, повторюсь, он даже не делает эти сборки для двух станций на Западе. Это Ровенская и Хмельницкая, 4-40-ые реакторы для гигаватников делает, Сапровская и Южноукраинская. А для них просто еще нет, еще не скопировали. Понимаете? Плюс по объемам, плюс есть информация о том, что топливо там дороже. Казинергатом успешно скрывает эту информацию. Но с другой стороны, определенным плюсом может быть, ну, по крайней мере, я об этом где Цинюк говорил где-то месяц тому назад, что мы можем попытаться обратиться, попытаться обратиться за кредитом на поставку этого топлива, например, там какой-нибудь мировой банк или ЕБРР. Но пока, я так понимаю, это дальше разговоров не... Понятно, что веряде ли ЕБРР будет поставки со стороны российского ТВЛ сюда финансировать. Как все интересно здесь, видите, что получается, что Украина настолько зависимая, как от страны, от таких вот замечательных источников энергии. Возвращаясь, подрывать линии электроэнергии. Ну, хоть гидроэлектроэнергии, все же в порядке у нас? Или каскад днепровских? К сожалению, нет. Но здесь ситуация, знаете, вот, есть же плюсы и везде. Мир же же, вы понимаете, как бы он слишком теплая и малоснежная зима привела к тому, что гидроэлектростанции Украины уменьшили выработку к прошлому году процентов на 30. И очень сильно упала выработка, потому что просто у нас на минимумах сейчас объемы в водохранилищах. И опять же, политике это не имеет никакого отношения. Слишком теплое лето и очень малоснежная, вы помните, какая была большая зима на вот этой вот, ну, на европейской части, так называемой, бывшего Советского Союза. У нас же реки питаются в основном, там, текут откуда-то, Россия, Белоруссия. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. С гидрогенерацией плохо, она, в принципе, имела небольшую долю в общем объеме генерации, там, всегда выше 10% никогда не повышалась. Но что важно, гидрогенерация позволяет, вот, кстати, мы этой проблемой не коснулись, коротко коснусь, она позволяет покрывать пики потребления, что атомная генерация сделать в принципе не может. Не может сделать это в принципе. Есть, тут уже появились энтузиасты, которые рассказывают о том, что мы будем тут нашими реакторами заниматься покрытием пиков, типа, якобы энергоатом этим даже успешно занимался, но, как, собственно говоря, вот уже, вот я упоминал эту статью в одном уважаемом украинском СМИ, там официальный представитель компании энергоатом сказал, что это приводит к дополнительному износу оборудования, к амортизации, кто будет за все это дело платить. Атомный блок это не газовая колонка, понимаете, которую можно прикрутить. А почему вот гидроможно, а атомный нельзя? Потому что блоки такого дизайна, что они покрывают базовые потребности. Вот ночью и днем он работает, условно говоря, на установленную мощность 1 гигаватт, и он работает. То есть его очень сложно, понимаете, технически поднимать. А на гидро, даже вот киевская тут недалеко же, да? Да, это все успешно делается. Тепловая генерация тоже с амортизацией. Понимаете, вообще идеально для любого типа генерации постоянно работать с одним и тем же объемом производства, потому что для этого не нужно никаких технических мероприятий, которые, в принципе, так и иначе ведут к износу оборудования. И это, опять же, повышает себестоимость производимой электроэнергии. Ну, если это еще, в принципе, можно делать в какой-то степени, ну, на гидростанции вообще к этому отлично приспособлены. Там просто регулируешь сток воды, и окей, все, тебе никаких, в принципе, особых страшных, то на теплоэлектростанциях уже есть определенные проблемы, они возникают. Хотя они тоже к этому приспособлены, потому что все-таки угольный блок, там можно повышать мощность. Ну, просто уменьшила загрузку угля и там до какого-то там параметра, и он меньше просто, то на атомных электростанциях это делать крайне сложно, плюс там возникают вопросы. Представьте, что такое, что такое, как бы, износ оборудования, амортизация. Значит, чаще нужно производить ремонты плановые. Что такое блок-то на три дня не выключишь? Они выводятся из эксплуатации на десятки дней. А график ремонтов должен быть согласован, условно говоря, на полгода, год вперед, потому что иначе как по-другому? Это же наши 55% генерации. Если мы сейчас, если у нас вдруг, условно, сейчас вылетает, а, возвращаясь к России, помните, что было прошло зимой, верное отключение, когда были? И даже, что зимой, в августе текущий год? В России или у нас? У нас. У нас, да, что-то как-то я пропустил. Так в Крыму, если мы Крым считаем Украиной, то как же Россия. Считаем, считаем. Поэтому вылетает один блок, причем не потому, что там что-то в ядерном сегменте случилось, просто там трансформатор, условно говоря, вылетел. Блок, все, вывели из эксплуатации. У нас сразу образовывается серьезный дефицит электроэнергии. Вот почему 20 суток? Оно было веерное по стране или по каким-то районам? Ну, смотрите, веерные отключения были масштабные. Помню ли я, я не помню. Подписание контрактов с Россией в декабре прошлого года. Потом, всю зиму, потом август месяц и половину ноября мы импортировали из России. Потому что если бы не импортировали из России, то тогда условно, с высокой степенью вероятности, могли бы повториться веерные отключения. У нас просто-напросто в августе, знаете, что произошло? Часть блоков тепловой электростанции стояли на ремонтах. Но все-таки лет, а когда же их еще ремонтировали? К зиме-то нужно подготовить? Они стояли в плановых ремонтах. А блок Запорожской станции просто вылетел из-за аварии на трансформаторе. И 20 суток мы покупали в России электроэнергию. Кстати, так уже как-то не получилось. Не знаю, кто уже накосячил, извините за такое непарламентское слово, но кто-то накосячил. Брали электроэнергию не по контракту, по импорту, где она ограничена цена 90 копейками, условно говоря. Есть около 90 копейок. А брали по гривне 70 кВт в час по этой аварийной помощи. Это не накосячил, как-то закроил что-то. Это правда, это было в августе. Ох, дух захвата. Что будет зимой, если сейчас похолодает. Ну Россия будет продавать же нам, да? Это же выгодно экономически. Смотрите, Россия тоже может форс-мажор обидеть по контрактам. Повторюсь, у нас контракты заканчиваются 30 декабря текущего года, как и крымские, так и наш по импорту в Украину. Если мы откажемся их подписывать, зимой может случиться все что угодно. То есть вылетает один блок, гигаватт, я не знаю, чем будет закрывать. Ну должно решение быть на этом премьер-мистре далекого или даже девчиши самого. Кто может отказаться? Кто откажет от такого? Вы знаете, я уже тут информацию из украинских СМИ потребляю. Я уже такого наслушался, понимаете? Уже там возникают идеи где-то. Давайте мы там Верховному Совету дадим, давайте кухаркам дадим, давайте парковщикам, я не хочу никого обидеть, давайте киевским парковщикам дадим сейчас в руки инструмент, для того, чтобы они решали, подписывать с русскими контракт на импортную энергию или нет. Ну Верховный Совет будет решать. Там много специалистов, которые понимают в этом. Там Болтунов и Крикунов, знаете сколько? Которые любят... В другом понимают люди замечательно. У них основная задача ходить по телешоу, которых в штане уже расплодилось достаточно, и там рассказывать о великих перспективах, я не знаю, чего-то там. Ну очевидно, что технически, я бы там, ну, Нинэнерго прямо говорит, и Укрэнерго, что контракт был бы целесообразен на импорт из России. Будет он подписан на фоне такого, то, что происходит сейчас в политической сфере страны, я не знаю. Ну так сказать, предварительно резюмирую, нужно сказать, что контракты должны быть, или могут быть подписаны, во всяком случае, с Россией и на поставки электроэнергии, и на поставки же, конечно, топлива, да? То есть, на газ, на нефть. Ну смотри, контракт по газу никто, он действует до 19-го года. Юлия Вадимировна подписала в 19-м году. Это же этот самый, вот этот, кстати, по поводу которого мы судимся. По крайней мере, до тех пор, пока мы судимся, то есть нефтегаз с Газпромом в стокгольмском арбитраже, контракт невозможно отменить точно. Ни одна из сторон не пойдет на его отмену даже в одностороннем порядке. Или вдруг договорятся, но это пока маловероятно. То этот контракт будет действовать, как минимум, либо до 19-го года, до 19-го, нет, 20-го и января 19-го года. Или до момента его пересмотра в каком-то, либо в судебном порядке, либо в обоюдно согласующихся, когда обе стороны согласятся. По углю подписываются договоры, но видите, Россия просто берет, ну, извините, ну, а что же ей? Она тоже защищает в этом контексте свои интересы. Говорят, что таможня на российской территории просто остановила те составы, которые шли с антрацитом, они там, наверное, еще и стоят. В принципе, для российских субъектов украинский рынок никогда не был. Мы никогда у них антрациты не покупали при Януковиче. У нас своего антрацита было завалить, у нас склады теплоэлектростанции ломились. Мы продавали своего антрацита 10%, 8 миллионов тонн. И опять же, что? Неплохо на него зарабатывали. Он успешно шел на теплоэлектростанции Великобритании, Марокко, Испании. Покупали, 8 миллионов тонн угля продавали. Наш Донецкий, наш Донбасский антрацит. Да, в основном это, да. Ну, нет, антрацит только на Донбассе. Вот мы добывали. 8 миллионов тонн угля, и подавляющий из него объем антрацита мы продавали, еще в 2013 году мы продавали 8 миллионов тонн угля. Всего добыча была порядка 85 миллионов тонн. Так, с копанками, не копанками. И 10% мы продавали. Это был приличный объем. А сейчас это вообще не происходит? Сейчас, насколько мне известно, часть этого антрацита идет через порты Российской Федерации. И туда на те же рынки, ну, мягко скажем, таким серым, на те же рынки, те же страны, где обвалили частично цены. Там, в той же Марокко, в Испании. Ну, понимаете, он стоит дешевле. И логистика удачная, и качество угля неплохое. И логистика удачная. Вести все-таки, условно говоря, от Гонрога в Марокко куда ближе, чем из Южной Африки. Или там каких-то экзотических вариантов. Вьетнам у нас тут есть, Австралия.